Добрый день, коллеги, дамы и господа. Тема моего выступления – когда бизнес становится интересным в фондах прямых инвестиций. Сейчас я на первом слайде покажу вообще, где работают фонды прямых инвестиций. Вот немножко подискутирую с Денисом Олениковым по поводу того, все-таки одинаковый венчурный капитал или не одинаковый. Вот это слайд, который мы любим использовать у себя. Для нас он такой краеугольный слайд. Он говорит об этапах развития компании. Вот компания зародилась с идеей какой-то, дальше компания развивает свой продукт, терпит убытки, 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 соответственно продукт появился, начали клиенты платить деньги, у вас все пошло расти, конкуренты узнали, что ваш продукт пользуется большим спросом, пришли на этот рынок, дальше вы уже не можете так же хорошо расти, как росли. Эти стадии рано или поздно проходят в той или иной мере разные компании, все компании точнее. Значит, соответственно фонды прямых инвестиций работают вот на этом отрезке. Тогда, когда уже компания свой продукт запустила и получает определенную выручку и так называемую ебиду, соответственно мы не сидим вечно в компании, мы выходим перед тем, как компания допустим достигает своего максимума. Ну выходим даже чуть-чуть раньше для того, чтобы следующий собственник мог еще с этой компанией подрасти. Венчурный капитал, он смотрит на компании на более ранней стадии, мы не можем официально смотреть на это, то есть тогда, когда еще компания в убытке. А вот бизнес ангелы и так называемые сид фонды, пассивные фонды, они смотрят с момента идей. Соответственно у нас и портфели разные, то есть в нашем портфеле, допустим в нашем во втором фонде мы собираемся инвестировать не более чем в 10 компаний, вот здесь венчурный капитал на тот же размер фонда может проинвестировать в 20, на тот же размер фонда сид может проинвестировать в 50, соответственно и результативность разная. Мы для себя допускаем, что у нас может быть одна максимум две неудачные инвестиции, что значит неудачные, то есть мы не вернем, для нас неудача это когда, скажем так, мы вернули свой капитал, но сверху ничего не заработали для инвесторов. Значит здесь, соответственно, может быть так, что пять компаний будут неудачные, остальные удачные, здесь может быть половина неудачных компаний, но зато остальные настолько удачные, что перекроют все убытки от предыдущего. Я так понимаю, что сейчас здесь в зале как раз собрались люди, которые интересуют вот этот отрезок работы. И я расскажу о тех приемах и тех вещах, которые мы делаем для компаний вот на этом отрезке, но уверяю вас, что они справедливы для каждого отрезка. Это так называемая акселерация, то есть ускорение. То есть вот эту кривую фактически, ее же можно сделать вот таким образом, то есть сделать гораздо быстрее. За счет чего делается быстрее, как раз и будет мое выступление. Итак, значит, что мы сначала смотрим? И я уверяю вас, что венчурные капиталисты и бизнес-ангелы смотрят примерно на то же самое. Они смотрят, какой продукт вы представляете, что за услугу, либо что вы производите, такое уникальное на рынке, во что стоит проинвестировать. То есть это вот задача номер один, вы для себя должны ответить и для вашего инвестора, которого вы, может быть, ищете, вы тоже должны ответить, что за продукт вы делаете. Второе, индустрия, в которой дует попутный ветер. Я об этом чуть позже скажу, что такое попутный ветер в индустрии. Значит, и третье, мы смотрим на лидера, который возглавляет этот бизнес и на команду. Вот для нас такие вот первые признаки, скажем, того, что в компанию можно инвестировать. Еще раз хочу повторить, что и профессиональные бизнес-ангелы, и профессиональные венчурные фонды смотрят то же самое. То есть первый вот такой вот фейс-контроль, он заключается в ответе на вопросы, вот на эти три вопроса, которые есть. Дальше, ну, мы уже как фонды прямых инвестиций, там делаем более глубокий анализ. Мы смотрим, уже говорил, продукт, лидер, команда, рынок. Мы смотрим обязательно, есть ли маржинальность в этом бизнесе. То есть, условно говоря, вы вкладываете 100 долларов, а потом зарабатываете 101 доллар. То есть у вас 1% маржинальности. Мы считаем, что это слишком низкая маржинальность, опасно инвестировать в этот бизнес, потому что, когда придут конкуренты, они начнут конкурировать с вами по цене, и они будут продавать за 100 долларов и 10 центов. Соответственно, интерес в таком бизнесе уже невысокий, мы на это очень смотрим. На масштабирование. Можно ли ваш бизнес масштабировать? Если вы открыли, допустим, какую-нибудь блинную или закусочную, можно ли открыть 10 таких блинных или закусочных? Потому что это тоже важно. Ну и возможность M&A сделок, M&A поглощения или слияния с кем-то. Потому что можно расти органически постепенно, а можно, скажем так, купить кого-то или слиться с кем-то, обменяв пакеты акций и, соответственно, вырастить компанию гораздо быстрее. Вот это 6, опять же, критериев, на которые мы, как инвесторы, обращаем большое внимание. Что такое попутный ветер в нашем? Любой бизнес имеет определенную цикличность. То есть это как приливы и отливы в океане. Соответственно, мы смотрим, на каком этапе цикла находится индустрия, отрасль, в которой вы работаете. Бывает так, что отрасль, которая сейчас есть, попала в определенный циклический кризис. Допустим, было перед этим 5 лет бурного роста, когда производили много-много-много каких-то станков, потом или мобильных телефонов или еще что-то. После этого наступило перепроизводство, соответственно, уже клиентов нет, покупать некому или кризис какой-то был. И отрасль находится на спаде. Пока либо не поменялся продукт, либо, допустим, из кнопочных телефонов все не стали покупать смартфоны. То есть, либо кризис прошел, и отрасль опять идет, скажем так, на подъем. Мы это называем попутным ветром. Это все равно, что вы капитан парусника, и, соответственно, каким бы искусством управления вы не обладали, вести корабль против ветра очень тяжело. То есть, ну, флуктуация будет небольшая. А применять усилия вы будете большие. Здесь же, допустим, даже попутный ветер, вернее, попутный ветер, он вам все ошибки может просто-напросто простить. Поэтому мы смотрим на то, будет ли расти эта отрасль в будущем. Точно так же мы советуем стартапам, когда вы занимаетесь чем-то, собираетесь что-то сделать, вы посмотрите, то есть, насколько высок уровень конкуренции там. То есть, когда ко мне приходят и говорят, слушай, я там собираюсь заняться вот этим. Ну, недавно, буквально у меня в эти выходные там была встреча с одним молодым человеком, который купил порядка 60 такси в Москве. Ему брат дал деньги, сказал, слушай, ты молодой, там, займись стартапами, тут же Uber есть. Я говорю, ну такси, это настолько уже конкурентный бизнес в Москве, что ты встанешь в огромную длинную очередь тех, кто будет стоять за клиентами. И все твое конкурентное преимущество заключается в том, что ты собираешься меньше платить зарплату водителям для того, чтобы понизить свой тариф. Это значит, что ты будешь нанимать менее пригодных к вождению людей. Это значит, что они будут больше, скажем, простаивать где-нибудь в авариях и издержки твои будут в конечном итоге гораздо выше. Поэтому мой совет всегда смотреть, есть ли то, чем вы занимаетесь, есть ли там попутный ветер. Дальше я хотел бы как раз рассказать о тех ценностях, которые фонды прямых инвестиций приносят в компании, в которые мы инвестируем. В том числе вот эти ценности, которые мы приносим, это и есть вот те вещи, которые позволяют компании расти гораздо-гораздо быстрее. Вот первая ценность, может быть, она не так характерна для стартапов, но для компаний, которые уже там 10 или 15 лет на рынке, уверяя, это очень важная ценность, мы приносим мир в среду учредителей. То есть очень часто бывает так, что люди там 5, 6, 10 лет работают вместе, и у них после этого наступают, знаете, вот вектора движения. На определенном этапе времени они совпадали, а потом по каким-то разным причинам, в силу ментальности, семейных причин или прочее-прочее, они расходятся. И начинаются очень часто конфликты акционеров. Мы вот эти конфликты быстро улаживаем путем того, что мы формализуем владения, то есть мы просто-напросто на законодательном уровне внутри компании закрепляем доли акционеров, и они уже знают, что что бы ни случилось, у них эти доли останутся. У нас даже был такой случай, мы вошли в одну компанию, а один из фаундеров умер, через год у него сердечный приступ. Так вот, его жена и его ребенок владеют этой долей, и они чувствуют себя спокойно, потому что они получают дивиденды, они получают все те блага, которые получали бы при живом папе. И почему это происходит? Потому что, как это не звучит, скажем, цинично, мы, конечно, заботимся о своих инвесторах, о тех, кто нам дал деньги, мы эти деньги вложили в компанию, и мы делаем таким образом, чтобы у всех акционеров были равные условия. Делая их равными для себя, мы их делаем равными и для другим. Дальше, что мы объясняем внутренним акционерам и делаем, это мы убеждаем их разделить роли акционеров и менеджеров. Об этом я покажу отдельный слайд в конце выступления. Дальше мы показываем, но это уже, опять же, для зрелых компаний, и тем отличается Private Active фонды, когда уже люди получают приличные деньги, когда компания платит дивиденды. Соответственно, мы рассказываем учредителям, как им можно в кавычках назвать пенсионную систему. Условно, вы уже заработали те деньги, которые вам достаточно на жизни. Вы не хотите каждый день заниматься операционным менеджментом, но дивиденды вам капают, капают, капают. Мы показываем также программу, как можно через так называемые family offices реинвестировать ваши деньги так, чтобы они вам давали постоянный доход. Я уже говорил, что такой немаловажный момент, мы стараемся, чтобы компания, если прибыльная, у нее была сбалансированная политика инвестиций в свою компанию и так называемая дивидендная политика, и такой бонус, который начинают получать акционеры, это дивиденды. Приведу типичный пример. Хорошая компания, растет хорошо, быстро растет, огромный кэш. Люди не привыкли получать дивиденды, это же надо платить налог с дивидендов и прочее, они начинают придумывать всевозможные инвестиционные программы для себя, которые никуда не ведут. Они говорят, что это у нас внутренний венчурный фонд. Никакого технико-экономического обоснования этого фонда нет, люди просто тратят огромное количество денег никуда. То есть не приводит к созданию продукта, не приводит к повышению конкурентоспособности компаний. Опять же, ценность, которую мы привносим, мы, так как мы финансовый инвестор, не так глобально не вникаем в суть бизнеса, мы зачастую более нейтральный ко всем остальным акционерам и зачастую решаем роль, выполняем роль арбитра. Почему? Потому что мы знаем прекрасно, что большинство компаний гибнет от того, что акционеры перессорятся друг с другом. Это все равно, что бунт на корабле во время плавания. И мы следим за тем, чтобы атмосфера никогда не повышалась выше определенного градуса, чтобы это было. И в том числе мы решаем проблему миноритарных инвесторов. Знаете, там бывает таким образом, что мы приходим в какую-то компанию, особенно это часто в IT-компаниях, а там фаундеров много-много. Когда-то у главных учредителей не хватало денег для того, чтобы платить зарплату, и, естественно, они раздавали доли. И эти доли розданы зачастую очень хаотично. И вот опять же мы приводим всю систему к единому знаменателю, когда и миноритарий получает свой интерес, но и главные акционеры все-таки уже владеют большой ценной компанией. Еще раз хочу сказать, это в большей степени, конечно, относится не к стартапам. Если у вас только начало бизнеса, эти проблемы у вас впереди. И дай бог, чтобы эти проблемы будут, потому что это проблемы успешного бизнеса. Что позволяет, скажем, дальше пойдут слайды, говорящие о том, что позволяет акселерировать компанию, то есть сделать вот эти все шаги за гораздо больше, за быстрый срок. Значит, ну вот первое, что мы делаем, мы делаем стратегию и оцифровываем ее в виде финансовой модели. Что такое стратегия? Это вот виднее, где вы будете через 10 лет, ну хотя бы через 5 лет. Я всегда говорю так, самое глупое, что могут сделать ребята или девчата, которые создали компанию, они, допустим, придумали какой-то продукт, а потом выходят из дома и пойдем туда не знаю куда. Вот такое вот путешествие по извилистой дороге без карты, опять же, далеко вас не уведет от той точки, с которой вы стартовали. Поэтому мы делаем вместе вот с фаундерами формальную стратегию, после этого ее даже вот делаем в виде такой вот презентации, которую всегда в любое время можно открыть, посмотреть и вспомнить, о чем говорили год назад, два года назад, три года назад, чтобы свериться по правильному пути или неправильному пути. Опять же, стратегия, которая просто, вот, скажем, написана, нарисована без финансовой модели, не имеет большой ценности, потому что она может быть такая, что приведет вас к колоссальным убыткам. То, что мы делаем и то, что нужно делать для любой компании, это быстро оцифровывать, то есть делать финансовую модель ее. Ну и, опять же, мы, я уже говорил, не можем обладать знаниями во всех областях бизнеса, но у нас есть уникальная компетенция, мы знаем, где найти лучшего эксперта в той отрасли, в которой вы работаете. У меня есть два человека, которые день за днем сидят в Линдене, сидят в других социальных сетях, мониторят всю прессу, они смотрят, где в мире лучшие специалисты по той или иной программе, для того, чтобы потом этих специалистов привлечь, и чтобы вместе с ними сделать правильную стратегию. Это первый шаг. Второй шаг, смотрите, то есть, вы, к примеру, решили, ага, выпускаю, ну, скажем, выпускаю какую-нибудь туалетную бумагу, к примеру, и у вас там хорошо идет бизнес, ну, не смейтесь, туалетная бумага – хороший расходный материал, поэтому человек, который попробовал туалетную бумагу, никогда газетой потом пользоваться не будет. И вы решаете, ага, ну, настолько такая мягкая получилась хорошая туалетная бумага, что вы решаете пойти на какой-то другой рынок, организовать ее дистрибуцию. Но вы вот локальный в Белоруссии находитесь, думаете, ну, поеду на Украину, там же кругом коррупция, война, еще куда-то, или там в Россию, бескрайние просторы. И мы видим, что для реализации вашей стратегии вам нужно изменить структуру, вам, к примеру, нужно сделать фронт-офис, сбыт, дистрибуцию, склады и прочее, прочее. Вот мы помогаем, опять же, учредителям правильную структуру выстроить, чтобы было правильно организовано, чтобы было определенное разделение труда, чтобы кто-то отвечал, там, скажем, за финансы, за бухгалтерию, HR, кто-то отвечал за производство, а кто-то отвечал за сбыт. И если не хватает компетенций, мы знаем, где найти тех людей, которых можно привлечь, и чтобы они поработали на вас, на вашу компанию, либо как эксперты, либо как сотрудники этой компании. Поэтому вот следующий вопрос, который мы делаем, когда мы видим, что выстроена структура, в этой структуре должны быть правильные люди. Самое полезное, что может сделать руководитель, принимать пригодных для работы людей. Их надо правильно мотивировать. Мотивация не всегда сводится к деньгам. Но деньги – это такая гигиеническая вещь. Опять же, у меня есть эксперты, люди, которые там сходу знают, как того или иного человека, шаблон, как его можно мотивировать. Дальше идет обсуждение уже с людьми, и под него непосредственно шьется костюм мотивации. Как краткосрочной мотивации, так и долгосрочной мотивации. Опять же, правильное мотивирование ваших правильных людей, прием на работу правильных людей позволяет очень сильно убыстрить ваш бизнес и ваше развитие. Финансы. Финансы – это кровь компании. Самое вредное, что может сделать руководитель, оставить компанию без денег, то есть обескровить ее. Мы очень хорошо ставим функцию финансового менеджмента. То есть мы ее ставим с точки зрения как учета, так и управления деньгами, управления расходами, управления кэшфлоу, управления дебиторской, кредиторской задолженностью. Это те технологии, которые когда-то я, будучи генеральным директором, наработал в Атлант-М. Потом мы эти технологии систематизировали, проверили на других портфельных компаниях, убедились, что это работает. И вот это работает, поверьте мне, как часы. Следующее, что мы считаем важно для, опять же, хорошего развития компании и важно для быстрого развития компании, это построение бренда компании. Еще раз хочу подчеркнуть, не надо путать бренд и маркетинг. В моем представлении они враги. Бренд – это такая вещь, когда вы, опять же, выпускаете туалетную бумагу, и это, знаете как, вы приходите в супермаркет, ага, какую взять туалетную бумагу. И у вас в голове сразу же лампочка загорается, и ответ готов. Там туалетную бумагу, там номер один. И вы уже идете к прилавку и долго не смотрите на огромный ряд этих туалетных бумаг, не читаете, а вы знаете, что вы возьмете эту туалетную бумагу. Это построение бренда, это, опять же, технология определенная, которая не требует много денег, но требует больших усилий и внимания руководителя. И поверьте мне, это можно и нужно делать прямо с самого начала деятельности компании. С самого начала. Пример на себе. «Зубр Капитал» появился пять лет назад. В принципе, наверное, достаточно известная уже в Белоруссии компания. Если вот кого-то экспертов спросить, сколько мы потратили, люди могут сказать, что мы потратили миллионы долларов на это дело. Честно сказать, бюджет бренда «Зубр Капитал» 60 тысяч долларов. Но есть определенная технология, по которой, скажем так, мы действуем так, что компания становится очень узнаваемой на рынке. Ну, кстати, опять же, сегодняшнее мероприятие в рамках продвижения бренда идет. Что еще? Я уже приводил пример, когда вот компания имеет лишний кэш и начинает его инвестировать налево и направо. То есть много денег тоже плохо. Начинаете их тратить. Мы помогаем акционерам компании сделать, так называемую, внутреннюю систему инвестиций. Когда делается технико-экономическое обоснование того или иного проекта, когда собираются группы. То есть необязательно под это делать структуру. Мы вообще считаем, что лучше создавать, так называемые, рабочие группы или рабочие комитеты, которые будут на этапе внутреннего стартапа заниматься вот этим проектом. И вот как это делать? Опять же, есть определенные технологии. В том числе для тех компаний, которые уже развиваются активно, для них IT-вооружение очень-очень важная вещь. Это там миллионы долларов, которые нужно потратить. И уверяю вас, это совсем нетривиальная задача выбрать правильный софт, выбрать правильное хранение этого софта, выбрать правильный бэкап этого софта и так далее и тому подобное. Ну и через 3-5 лет с помощью вот такой акселерации на рынке появляется компания, на которую инвесторы, следующие инвесторы стратегические или те, кто хотят разместить на бирже, имеют аппетит. Акционеры компании, которые создавали ее и много лет работали, продают ее без дисконтов, потому что за эти 3-5 лет мы все дисконты вычищаем, на которые будущий покупатель придет и скажет, а вот за это требую скидку. Мы примерно знаем, какие скидки потребуют, поэтому знаем, что надо вычистить. И акционеры сидят в одной лодке благодаря четким договоренностям и не раскачивают эту лодку. Ну теперь то, что обещал, 3 совета любому предпринимателю, который либо начинает, либо продолжает свою деятельность. Первый совет его сформулировал, по-моему, Михаил Булгаков. Он сказал так, что никого не бойся, ничего не проси. Я бы еще добавил, ничему не верь на слово, что имеется в виду. Нет, в бизнесе очень важно доверять. Но бывает такое, что вам говорят, нет, это невозможно. А кто проверял? Кто доказал, что это невозможно? Большинство стартапов и большинство бизнесов происходит именно потому, что говорят, невозможно, находится какая-то команда, находятся какие-то чудаки, которые пробуют, и потом все говорят, так я же говорил, что это же возможно. То есть у победы уже много потом находится авторов. И чем отличается предприниматель от менеджера? Предприниматель умеет брать на себя риски. И любой стартапер – это предприниматель. Соответственно, он либо интуитивно, либо просчитывает. Он примерно говорит, ага, это невозможно, но я попробую, так пойду. И он где-то вот эти риски просчитывает. Ну и если у вас есть энергия, команда и желание, воля и энергия, как правило, ваш проект все равно состоится. Задача же менеджера, регулярного менеджера – это избегать рисков. То есть я говорю так, менеджер – это профессиональный решатель проблем. Ну и, соответственно, так как он знает, что проблемы сыпятся, сыпятся и сыпятся, он старается сделать так, чтобы их было все меньше и меньше и меньше. И нужно в компании всегда найти баланс между предпринимателем и менеджером. И те, и другие роли очень-очень важны. Второй совет – это построение команды и умение найти баланс между интересами акционеров и интересами команды. Смотрите, вот я нарисовал это в виде таких неких песочных часов, которые можно и так, и так переворачивать. Верхний треугольник – это акционеры, нижний треугольник – это команда менеджеров, которая делает бизнес. В стартапах это схлопывается на начальном этапе. Это вот один треугольник, это же те же акционеры, они же являются и теми же менеджерами, это группа энтузиастов. Приходит какое-то время, когда эти два треугольника надо развернуть. Обязательно развернуть, иначе это чревато конфликтами. Здесь очень важно распределить цели и задачи. То есть для акционеров это дивиденды и рост стоимости компании, для менеджеров это эффективное управление и мотивация этих менеджеров. Потому что они могут быть не фаундерами, они могут быть наемными менеджерами. И между ними находится главный человек, это лидер компании, который возглавляет. И если у вас выстроено корпоративное управление, то между ними еще может находиться совет директоров. Еще раз говорю, что для стартапов в какой-то момент это один и тот же треугольник, но рано или поздно к такой картинке, уверяю, вы придете. Ну и третий совет, который хочу дать, это пять эффективных коммуникаций, которые мы у себя постоянно пользуемся. И мы видим, что многие проблемы решаются, если вы смотрите всегда вот на эту картинку. Что это за коммуникации? То есть у любой компании, если вы внимательно посмотрите, вот ваша компания, вот этот ваш стартап, у вас есть какой-то поставщик, который что-то поставляет. Либо комплектующий вам поставляет, либо там электроэнергию поставляет. Ну то есть, то, из чего вы создаете свой продукт. И у вас есть вот клиент. Вот по этой цепочке от поставщика компании создается добавленная стоимость клиенту. Вот тут как бы самая прибыль. Ну соответственно, в некоторой степени и это, и это ваши колодцы, откуда вы черпаете воду. Соответственно, вы не можете туда плевать. У вас должны быть очень хорошие коммуникации. И вы должны выстраивать эти коммуникации. Знаете, приведу пример. Просто вот на заре моей деятельности, когда я только занимался еще автовазами, вот выстроить коммуникации с автовазом было, поверьте, очень тяжело. Ну то есть мы такие были молодые, нам казалось, ну тупят там вот просто в этом Тольятти, тупят. И все время как бы ругались, скволыжничали с ними. Потом вот до нас дошла вот эта картинка, и мы поняли, что переделать их мы не сможем. Но нам нужно с ними установить это. Мы отправили туда человека, он поселился. Тогда бизнес делался так. Водки много пили, еще там что-то делали. Ну то есть вот он путем своей печени, путем своего здоровья устанавливал очень хорошие коммуникации с автовазом. Кстати, мы на Volkswagen переключились во многом благодаря тому, что там не надо было столько пить. Ну с клиентами, само собой. Ну вы должны быть клиент-ориентированная компания, это будет гарантировать вам многое. В том числе и ваше будущее. Потому что вам в первую очередь клиенты подскажут, что вам нужно поменять у себя, чтобы не сойти с рынка. Итак, здесь вы зарабатываете, здесь вы тратите. Но в зависимости от того, как у вас выстроены коммуникации, будет зависеть, как меньше вы потратите. То есть у вас есть инвесторы, сюда же можно и банки отнести, которые дают вам кредиты. Ну соответственно, если у вас хорошие отношения, то они у вас не будут все забирать, ваши инвесторы будут вам что-то оставлять на развитие. Ну и территория. Территория это все. Это там и налога, инспекция, и государство, и бабушки, которые на лавочке рядом сидят. То есть вы тоже должны там поддерживать эффективные коммуникации. Приведу пример. Атлантем работает на Украине. Вот в Атлантем запрещено на работе говорить о политике. То есть вот за стенами автоцентра вы можете заниматься чем угодно. На Украине Атлантем это спасло. Почему? Потому что там власть меняется очень часто. Там был однажды случай, когда вот оранжевые победили на Первом Майдане. И директор, так как он приверженец оранжевых, он там вывесил флаги. Мы попросили его убрать их флаги. Он возмущался очень долго. Но когда в конечном итоге опять пришли голубые к власти, он сказал, да, это было разумно. Почему? Потому что вот эта нейтральная окраска, она позволяет компании иметь хорошие коммуникации с территорией. Ну и самая важная, самая важная пятая коммуникация, она внутри вас, внутри компании. То есть здесь должны быть либо очень четко прописаны хорошо бизнес-процессы, которые позволяют избегать вам ошибок, либо очень хорошие, добрые, теплые отношения. Вот. Это тот совет, который я хотел дать. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.